добро пожаловать на мой канал начинающим кулинаром новискок сегодня у меня диетическое блюдо я приготовила тефтели из индейки с овощами это блюдо подходит людям страдающим желудочно-кишечными заболеваниями а также поскольку индейка у нас мало калорийно подходит людям страдающим ожирением то есть в фазе ремиссии стол номер один может быть расширен под данным блюдом и так что же нам нужно чтобы приготовить это блюдо грамм как всегда будут в инфобоксе прежде всего берем рис промываем его как следует кладем в миску добавляем также фарш индейки я купила готовый и добавляем одно яйцо и теперь нужно все как следует перемешать прежде чем добавить специи нужно подружить фарш с рисом чтобы все было однородное после того как вы все тщательно перемешаем мы будем добавлять специи поскольку блюдо диетическое мы добавим лишь соль и можно добавить чуть-чуть черного перца еще раз как следует все перемешаем после того как у нас получилась однородная масса мы отставим фарш и займемся овощами вымесить нужно как следует оставляем в сторону и начинаем заниматься овощами берем луковицу и нарезаем лук нарезка может быть произвольной не обязательно мелкая или крупная произвольная нарезка это эти овощи пойдут у нас как подушка после того как мы нарезали лук мы его обжарим на растительном масле но лишь слегка припустим не нужно обжаривать до золотистости одну морковку натираем на крупной терке и после того как натерли всю морковку также обжарим ее вместе с луком лишь слегка припустим вот до такого состояния дальше перекладываем овощи лук морковь в кастрюлю в которой будем готовить в теле пришел черед баклажана нарезаем его кружочками это же слегка обжариваем на сковороде с растительным маслом делать это нужно лишь одну минутку буквально этого будет достаточно затем мы шайбочки баклажанов после того как обжарили мы их выложим также в кастрюлю то есть у нас будет своеобразная подложечка из овощей на которую мы затем будем класть тертельки и так баклажанчики я обжарила теперь на обжаренные баклажаны после того как я их перевернула на другую сторону я выдавлю пару зубчиков чеснока и поставлю еще на огонь слегка подсолю после того как чеснок даст свой вкус блюдо готово можно выкладывать баклажаны также в кастрюльку нарезаем шайбочками помидоры и отправляем их в кастрюлю я использовала два крупных помидора этого достаточно у меня овощи в кастрюле лук морковь теперь я туда положу баклажаном размешаем как следует сверху помидоры выложу и затем после того как выложу помидоры нужно будет влить либо воды либо бульон и формировать тефтельки я еще добавлю специю для мяса буквально четверть чайной ложки теперь смачиваем руки формируем тефтельки и выкладываем их на эту овощную подушку они у нас будут как бы на пару мы не будем их покрывать водой готовится овощи к тому же дадут свой сок помидоры баклажаны будет очень и очень вкусно тефтельки довольно таки крупные я выкладываю их по периметру кастрюльки сверху овощей не забываем смачивать холодной водой руки чтобы не прилипала наш фарш к перчаткам или к рукам и после того как мы выложим всю кастрюлю тефтели по всей поверхности я налью воду можно добавить бульон лишь слегка чтобы прикрыть овощи тефтели остаются на пару то есть они будут готовиться на пару поставила на огонь нарублю пока зелень можно использовать петрушку укроп все что вы любите и после 25 минут наше блюдо готово сверху украшаю зеленью петрушки блюдо очень вкусная нежная тефтели получились очень нежными а овощи придают им незабываемый вкус всем советую попробовать разнообразие свое меню готовьте с удовольствием уверена у вас все получится не забывайте подписываться на мой канал ставьте лайки нажимайте колокольчик буду очень признательна если вы отрекомендуете мой канал своим друзьям и знакомым по традиции желаю всем приятного аппетита и до новых встреч на моем канале начинающим кулинаром новис кокс всем пока